Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Так получилось, что я тут немного отвлёкся и не смог вовремя сообщить интересную новость от Андрея Караулова. Она есть в названии публикации. На его канале об этом два ролика. Название лучше зачитаю. Истерические совещания в администрации президента и Кириенко мстительные опасные. И Владимир Путин. Революции мы не допустим. Вот как он сказал об этом первом ролике. Кто думал, что бюджетники будут создавать инициативные группы и обращаться в мэрии городов с просьбой разрешить им санкционировать им бюджетникам? Митинги. Внимание против. Принудительного голосования. Но из названия роликов видно, какой это переполох вызвало стане Путина и компанией, прежде всего, в окружении Сергея Кириенко. И должен сказать, что это серьезно. То, что бюджетники, даже несмотря на страх потерять работу, начали организовываться и более того. Официально обращаться в мэрии, требуя разрешить им протестные митинги против принудительного голосования за Единую Россию. Это более чем страшный удар по готовящимся массовым фальсификациям выборов в Госдуму и вообще по легитимности этих выборов. Если это произойдет, то не надо быть пророком, чтобы предсказать, что новую Госдуму великого президента Путина не признает, скорее всего, ни одна страна в мире. Впрочем, должен сказать, что может статься, что не признает, даже если этого и не состоится. Уже ясно, что Путин и компания в своем судорожном стремлении любой ценой сохранить власть выставляют себя на все больший позор. Что в нашей стране, в глазах всего нашего народа, что во всем мире. А это значит, что протестное настроение у нас в стране будет все нарастать и переходить в протестное действие. И ничего сделать с этим номенклатура не сможет, пока есть интернет. Равно как и сделать так, чтобы интернета не было ей тоже, к счастью, пока не по плечу. Я уже не раз говорил, что в России нет никакого капитализма. Или как сейчас очень вумно выражаются, олигархического капитализма. А у нас в России классический политаризм или азиатский способ производства, АСП. Такой же, какой был в Советском Союзе и такой же, какой был в Царской России. И по настоящему коммунистическому учению, а не научному коммунизму Иосифа Сталина. Это эксплуататорская система. Хуже не только капитализма, она намного хуже от жаробовладения. Но Сталин запретил преподавать все эти вещи в советских учебных заведениях. Подробный ролик о том, что такое политаризм, будет на конечной заставке. Но повторяю, об этом я уже говорил не раз. Сейчас же я хочу кое-что еще добавить к сказанным. Я человек левых убеждений, но я давно не коммунист. А я сторонник ноосферного мировоззрения, которое считаю дальнейшим развитием мировоззрения коммунистическим. Точно так же, как и коммунистическое мировоззрение. В свое время стало дальнейшим развитием мировоззрения социал-демократического. Я уже начал рассказ о ноосферном мировоззрении в ходе рассказа о моем научно-фантастическом романе «Темное пламя». Ролик об этом будет подсказким. Здесь же я хочу акцентировать внимание вот на чем. Понимание фашизма ноосферным мировоззрением довольно сильно отличается от понимания фашизма мировоззрениями, что либеральным, что коммунистическим. Вернее, понимания фашизма в коммунистическом мировоззрении, вернее, в настоящем коммунистическом мировоззрении нет вообще. Фашизм в современном виде уж не знаю, к счастью или к сожалению, но появился куда позже Маркса, Энгельса и Ленина. А сталинский же научный коммунизм, как я уже не раз говорил, не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Но здесь на определениях тем не менее остановиться нужно. С позиции сталинского научного коммунизма фашизм – это приход к власти крайних, наиболее реакционных слоев капитала. В либеральном мировоззрении единого определения фашизма нет. Самое распространенное фашизм – это крайняя форма тоталитаризма, извиняюсь. С позиции ноосферного мировоззрения и одно и другое определение неверных. Но думаю, здесь не просто нужно дать ноосферное определение фашизма, а немного рассказать об этом. Прежде всего, с позиции ноосферного мировоззрения фашизм всегда построен на доминанте коллективных, а не частных социальных паразитов. И при фашизме, как правило, доминирует общественная собственность на средства производства. Именно такой фашизм, кстати, отлично описан в романе Ивана Ефремова «Час бы как фашизм планеты Торманс». Ну а то, что нас с вами Сталин и компания учили, что общественная собственность на средства производства – это всегда социализм или коммунизм, это я уже тоже объяснял, полная о кинея. С позиции настоящего коммунистического учения. Как раз самая страшная форма эксплуатации человека человеком. Проявляются при общественной собственности на средства производства, при политаризме. Но даже номинанты общественной собственности и, соответственно, коллективных социальных паразитов с позиции ноосферного мировоззрения являются не главными признаками фашизма. Главный признак фашизма, согласно ноосферному мировоззрению, это блокада информации. Если блокады информации нет, как скажем в Советском Союзе при Горбачеве, то система политарна, да, но она не фашистская. Политаризм по определению стремится установить блокаду информации, поскольку самое страшное для коллективных социальных паразитов номенклатура – это правда. А против правды есть только одно эффективное оружие – блокада информации. Но, к счастью, установить блокаду информации номенклатуре удается не всегда и далеко не всегда. Сейчас, например, ей не удалось установить блокаду информации благодаря интернету. В Царской России в 1917 году и несколько ранее тоже они не смогли установить блокаду информации, потому что появились и успели достаточно хорошо развиться, независимо от государства газеты. К ним, кстати, смело можно отнести и ленинскую искру. И огромное значение тогда, кстати, сыграло то, что Ленин прекрасно понимал, что самое главное для разрушения политарной системы – это независимые средства массовой информации. Вернее, независимые газеты. Других-то просто не было. И он подчеркивал, насколько это важно для разрушения политарной, или, как он тогда это называл, азиатской системы. Сейчас ситуация в России очень похожа на ситуацию в 1917 году. И то, что сегодня вместо газеты «Искра» и других независимых от правительства газеты, сайты и каналы в интернете в принципе ничего не меняют. Но и, соответственно, шанс сегодня разрушить в нашей стране политарную систему ничуть не меньше, чем он был в 1917 году. И он не меньше именно потому, что номенклатуре сейчас просто не по плечу установить блокаду информации. Так же, как ей было не по плечу установить ее в 1917 году. Напротив, номенклатура просто на глазах с каждым днем становится все слабее и слабее. Ну и, соответственно, сегодня думающим людям важно не упустить этот шанс. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok